Приветствую вас и давайте попробуем подумать, почему ваш муж предпочитает компьютерные игры в времяпровождении с вами. То есть для него по какой-то причине компьютерные игры более интересны, более привлекательны, чем вы. Возникает вопрос, и вопрос достаточно периодный. Чем компьютерные игры привлекают молодого человека, чем они для него интересны, что дает ему такого, что, по его мнению, вы не даете ему. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно проанализировать то, в какие игры играет молодой человек. Потому что разные игры подразумевают выполнение разных ролей, и, соответственно, эти роли выходят на первый план, на передний план по удовлетворению потребностей мужчин. И отсюда несложно, я надеюсь, сделать вывод, что вот в зависимости от того, какие игры привлекают его, этого ему и не хватает. Вот это то, с чего вам нужно, ну, как минимум, начать решать проблему с этого. Дальше. Следующий момент. Следующий момент касается того, как вы сами себя ведете по отношению к мужчине. То есть, объективно, я понимаю, да, я понимаю, что вам неприятно, понимаю, что вас не устраивает такое времяпровождение. Но, поскольку мужчина так себя ведет на данный момент, то вы конкретно сейчас сделать не можете ничего. Давайте подумаем, что можно предпринять, чтобы ему, вашему мужчине, не было бы выгодно делать то, что он делает. Чтобы ему ясно представлялись потери, его потери, в случае, если он будет продолжать себя так вести. И вот на то, чтобы указать ему на эти потери, чтобы предоставить их ему, вам и нужно направить свои усилия. Ну, вы можете перестать с мужем разговаривать поначалу. Потом вы можете перестать для мужа что-то делать. Потом вы можете приглашать пожить отдельно. Главное, чтобы эти варианты использовались последовательно от менее интенсивных до более интенсивных. От менее радикальных. До более радикальных. Постепенно наращивая свою глобальность и силу. Вот именно так вам нужно себя вести. Если вы оставите все как есть, или если вы будете только словами пытаться воздействовать на мужчину, то ничего хорошего не получится. По началу попробуйте дать мужчине то, чего ему не хватает, то, что он получает в компьютерных играх. А дальше, если представление этого не поможет, следуйте по другому, менее менее приятному, но, к сожалению, более действенному пути. В конце концов, есть и третий вариант. Правда, он предполагает на самом деле работу с вами, и заключается он в том, чтобы понять. Ну, во-первых, всегда ли мужчина играл в компьютерные игры? Если нет, то с какого момента он начал играть? Что его толкнуло на уделение внимания компьютерным играм больше, чем вам? Если он играл всегда, и просто сейчас вас это начало раздражать, то изменилось что-то в вас. И тогда говорить нужно о том, что изменилось именно в вас, а не в мужчине. И это требует определенной разработки, проработки, обсуждения диалога с вами. Если мужчина что-то толкнуло на то, чтобы начать играть, может быть какой-то конфликт, может быть, знаете, какое-то непонимание, по его мнению, с вашей стороны, например, то этот момент нужно разобрать. Вполне вероятно, что мужчина бежит, убегает с помощью игр от чего-то, что ему не нравится в реальной жизни. Что именно не нравится, нужно понять, выявить, и тогда вам будет более очевидно, с чем вы имеете дело. Но, к сожалению, это требует анализа. Без анализа не получится найти причину. Вы можете подумать и найти ее самостоятельно, если у вас есть такое желание. И если вы ее найдете, то начните разговаривать с мужем о ней, о этих причинах. Помню предварительно, что мужчина в силу своей гордости, в силу своего характера, скорее всего, с первого раза, до второго и третьего, на проблему не отреагирует. То есть здесь нужно говорить много-много раз, чтобы мужчина вышел на эмоции и проявил свое отношение к тому, о чем вы пытаетесь ему сказать. Вот три направления, три момента, которые вам можно использовать для того, чтобы попытаться разрешить ситуацию. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok